Со всеми программами, которые мы запускаем в терминале, на самом деле мы взаимодействуем через потоки ввода и потоки вывода. По умолчанию, стандартный поток ввода, через который программа получает информацию, связан с клавиатурой. Стандартный поток вывода, куда она передает какую-то информацию, связан с экраном. Однако, у нас есть возможность эту информацию перенаправить, например, в файл. И таким образом, все то, что программа в обычном режиме печатает на экран, будет распечатано в файл на диске. Для этого мы будем использовать два оператора. Больше, либо больше-больше. Оба они требуют указания имени файла. Оба эти оператора работают так, что если файл с таким именем на диске еще не создан, то он будет автоматически создан. И содержимое, которое будет распечатано программой какой-либо в SADOUT, будет записано в этот файл. Отличие заключается в том, что если файл на диске уже существует, оператор больше этот файл затрет и запишет туда информацию новую. А оператор больше-больше, если файл с таким именем на диске уже существует, допишет новую информацию в конец этого файла. Это удобно, если мы хотим работать с какими-то логами или другими отлаженными данными. Давайте перенаправим вывод команды ls в файл out.txt. На экран не было ничего выведено. Результат сохранился в файле out.txt. Чтобы его отобразить на экран, воспользуемся утилитой cat. Мы рассмотрим ее более подробно позже. В качестве аргумента укажем имя файла. Содержимое файла было распечатано на экран. Давайте пробуем записать в файл out.txt содержимое текущей директории, но в виде списка. Убедимся, что содержимое файла out.txt изменилось. Также мы можем дописать в файл out.txt какую-то информацию, не удаляя текущее содержимое. Давайте допишем в конец вывод команды pvd. И снова распечатаем файл out.txt. Как мы видим, сохранилось и старое содержимое, и в конец было дописано новое. Таким образом, вы можете в результате любой команды записать файл при необходимости и работать с ним в дальнейшем.